Добрый вечер всем. Спасибо, Хами. На сегодня будет урок по поводу то, что мы упомянули на вашем уроке. Свобода выбора на самом деле есть или нет. Причем урок вообще не будет касаться сам по себе этой темы. Мы сделаем потом вывод самостоятельно. Потому что урок будет немножко про другое. Про отношение к Всевышнему. Из этого мы сделаем вывод да или нет. И вообще как. Теперь. Упомянули для начала урока, как его, залп, ракет, который был на севере. Вопрос у меня, безотносительно к залпу. С чего мы начнем сегодняшний урок? Или по-другому, что сегодня произошло важного? Или вчера? Хорошо. Другой вопрос. Какого нееврея, который поклонялся идолам, Всевышний называет Машехом? Кто знает ответ? Ну, Корыш это не. Идолопоклонник, которого Всевышний называл Машехом. Корыш, конечно, да. Корыш, да. Спасибо за правильный ответ, безусловно. К чему я это? Я не могу сегодня не начать урок без слов благодарности президенту Трампу за то, что я вижу, как очередной, в общем-то, поступ действительно избавителям Машеха, признание о том, что еврейские поселения, они не нарушают международный закон. Но это, с моей точки зрения, историческое событие. Поэтому я просто вынужден начать урок с благодарности президенту. Спасибо Трампу. И я думаю, он уже тоже тянет на то, что можно было уже, может быть, скоро назвать Машехом, по крайней мере, так же, как и царя Кира. Что он сделал? Он отпустил евреев подняться в землю Израиля, в Иерусалим. Из-за этого Танах не скупится, не скупится на... Кому интересно, это у... Это 45-й, 45-я глава у пророка Ишаял. Исаял. Теперь, следующее, большое, огромное спасибо, это Ширель. Она превратила мой забодробительный перевод в что-то литературное и приличное. Огромное спасибо. Там еще есть над чем работать, конечно, как постаралась немножко. Огромное спасибо. следующее. Обязательно введение, которое мне важно очень сказать. Мы сейчас начнем обсуждать даже не Бога, а отношение к Нему. тема, она сложная, серьезная и, скажем так, со слов, в Рафшарке для Дны Ноах желательно в нее не лезть вообще без еврейского сопровождения. Потому что это может закончиться нехорошо. Так что с запугивания начинаем урок. Почему? Потому что на самом-то деле евреи занимались из ГТА. Это наша традиционная профессия. Мы специалисты по Богам. Это началось еще даже до Авраама нашего правоца Авраама. Его отец Старах занимался тем, что, как говорит нам Медраж, он продавал идолы. То есть поставлял идеологии народам мира. Соответственно, у нас еще очень богатый опыт в этой области. Поэтому при желании эту тему можно поднимать, но как-то можно пытаться ее разобрать, но с постоянным как бы сопровождением еврейским в обязательном порядке. Итак, значит, соответственно, сейчас мы сделаем подмену. Тема урока, которая должна была быть, а если на самом деле свобода выбора или это воображение, а тема, которая будет, кто прав, хасиды или литваки, и нам Раф также для тех, кто в теме и тех, кто не в теме, еще хорошо объяснит, в чем между ними разница и что он считает, кто прав, а кто виноват. Теперь, я сейчас хочу объяснить, как выглядит наш текст. Давайте я сделаю шер. текст у нас сегодня длинный. Для тех, кто слушает по Фейсбуку, текст, я бросил линк в моем предыдущем посту, и там же есть вход в Zoom, чтобы кто-то хочет лично участвовать, а не просто слушать, то это вариант. Значит, я сделаю шер на текст, текст он длинный, и в общем-то по смыслу он делится на три части. Первая часть, здесь начинается на первая часть, объясняет литваков, их мировоззрение. Вторая часть, основная, здесь у нас начинается с М, и она объясняет хасидов и их разницу от литваков. кто-то идет, перешел у нас на следующую страницу. Теперь, последние два абзаца, это в общем-то заключение. Это Рав подводит здесь святом. И когда мы до сюда найдем, мы узнаем, кто прав. Если есть вопросы, то это хорошо, а если нет, то мы начнем. Итак, вопросы. Нет вопроса. Тогда с вашего позволения мы начинаем. Природа вещей такова, что привычное мировоззрение, то самое сосредоточение на божественном, растекающее из идеологии монотеизма, которое наиболее распространено среди верующих. Это мировоззрение причиняет порой грусть и душевную славу. У кого-то включил микрофон. Нехама у вас. Я тут пытаюсь выключить свой телефон. Его я не знаю. Вы подключены с двух причем мест. Да, да, да. Я вот с телефона не знаю, как снять. И в обоих у вас включен микрофон. Не, 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 на теле, на компьютере у меня не включен. Включен. Ну, посмотри, не включен. На компьютере не включен. Только на телефоне. Ну, я не знаю, как его... Я уже пыталась... сейчас говорить у вас один микрофон на одной картинке включен, а на другом выключен. Ну, Ну, я и говорю. Сейчас мы... Можно вам помочь выключить. Нет, там не сутки. Вообще. Итак, мировоззрение причиняет пароль грусть и душевную слабость. Приходящий за человек представляет себе, что он создал неограниченное, далекое от божественного совершенства, сияющего в силе великолепия своей мощи. С вашего позволения я хотел бы остановиться. Итак, эту телу мы уже затрагивали на кончике вилки несколько раз по сравнению человека с Богом. Человек такой маленький, Бог такой великий. На самом-то деле это немножко затрагивает это немножко затрагивает грех первого человека, когда змей сказал женщине и будете вы как Бог, этим он смог ее соблазнить. То есть это что-то, что человеческой природе очень сильно мешает и манит с другой стороны. и это же доказательство Ницше, которое мы упоминали когда-то о том, что нет Бога. Раб этого сегодня касается скользь и также скользь у нас здесь он дает ответ. намеком так сейчас эту тему не разбирает, мы это увидим позже. Но подход, что такое монотеизм? Бог есть, Бог один, Бог большой. Ему виднее. А я маленький. А я тоже хочу быть большим. душевная слабость приходящей, когда человек представляет себе, что он создание ограниченное, далекое от божественного совершенства, сияющего в свете великолепия своей мощи. Человек сравнивает себя с Богом, оказывается сравнение не в его пользу, и человек начинает грустить. это причиняет ему сильную принципиальную уборь. И особенно слабость пробуждается, когда выделяются, подчеркиваются моральные несовершенства человека, при сравнении между положением человека и божественным совершенством, в аспекте праведности и морали. Не только что Бог большой. С этим мы еще могли бы как-то справиться. но Бог это абсолютное совершенство, это абсолютная справедливость, это абсолютная милость. А мы? А мы? То есть преодолеть разницу в размерах мы на сегодня уже можем. Человек маленький ходит на двух ногах, повелевает слонами, запускает космические корабли на Марс. Размеры нам уже сегодня не так сильно мешает. Моральный аспект мешает. Я сравниваю себя в моральном плане со Всевышним. И ситуация не самая лучшая получается. Однако эта слабость может уменьшиться в том мире, в котором человек находится в крепком и устойчивом отношении морали, действий личных качеств. да, это можно немножко заретушевать, если человек он более праведный. Ну хорошо, окончательно это никогда нельзя заретушевать никак. Но все же слабость не проходит полностью из-за постоянного непроизвольного противопоставления никчемного легкомиссия человека и божественного величия, ошеломляющего беспредельным могуществом самый широкий ум. Итак, напряжение между маленьким человеком и большим Богом, между грешным человеком и абсолютно справедливым и моральным Богом, оно всегда есть, оно остается. этот подход я назову литовским. Почему я? Потому что штрафов здесь не называют литовским. Но из-за того, что противоположный подход нам назовет хасидский, то я могу себе позволить сказать, что это у нас литовский. Итак, подытожим. Человек есть. Это важно. Он маленький по сравнению с Богом, это причиняет ему принципиальную боль, ему нехорошо от этого, но он есть. Соответственно, у него к нашему вопросу есть свобода выбора, но у него есть свобода выбора, он отвечает за свои действия, поступки и так далее, но он есть огромная непреодолимая пропасть между ним и Всевышним. И это проблема. Сейчас мы начнем приступать к противоположной точке зрения, то, что Раф называет здесь новый хасидизм. Соответственно, новый хасидизм у Рафа это то, что мы называем хасидом, потому что просто в юдаизме хасид это, в общем-то, благочестивый человек. Хасидизм взял себе это название и на сегодня это укоренилось в языке. Соответственно, Раф называет новый хасидизм. Где это у него? мы дойдем сейчас увидим. В идеологической основе выйдет новых хасидизм. Давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Если по поводу того, что мы сейчас выучили у кого-то есть вопрос, я хочу послушать и отнестись. У матросов нет вопросов. всем все понятно. Значит, мы пойдем дальше. Хорошо. Вопросов нет, но у меня мысль возникает такая, что вот это вот ощущение, оно специфично для определенных людей, которые с душой стремятся к совершенству, к праведности, к морали. А можно рассуждать наоборот? Я такой маленький, я такой ничего не стоящий, он всевышний, конечно, он хозяин тут, он грандиозен, он все может, он, конечно, правильный, а что от меня требует? Я даже не претендую там, я маленький человек, я слаб, я могу, я грешу себе, но грешу и чем я. Понимаешь, да, что я хочу сказать? Есть такое ощущение тоже, да? Есть, есть, но этот человек не освобождает от ответственности за свои поступки и от свободы выборов. В данном случае человек маленький, но он маленький. На самом деле, это некоторые не всегда огорчающие мысли. Я вот смотрю, я такой маленький и грешный, но меня утешает мысль, что у нас что делать, я грешный, потому что я маленький. Оно меня не расстраивает так сильно, ой, какой и грешный, почему я не дотягиваю до... Это правильно. Более того, человека даже не сильно дергает вопрос в том, что, ой, какая пропасть между и все выше. Правильно, эта мысль, она не лежит на поверхности. Это глубокое, это все в глубоком подсознании. Абсолютно верно. Хама, спасибо. Это мысль не конкретного человека, это скорее мысль человечества. И это не мысль, которая на поверхности, это мысль, которая внутри. Это на уровне не всегда осознаваемая мысль с этим вот неудобством. Но она как бы это то, что человек этого двигает, улучшаться и так далее. Человечество может быть, это безусловно если нормальному, хорошему, религиозному человеку сказать почему ты не как раб Зуса допустим, или не как Маширабейну, он скажет ну брось, ну хорошо, я буду пытаться быть как рабе Акива. А если ты начнешь приставать и рогать его за бороду, а почему ты не такой большой как Бог, он тебя вылупит два больших глаза и скажет ты чего совсем? Это как бы действительно совсем-совсем далеко. Это не на уровне сознания нормального простого человека сравнивать себя Богом и еще хотеть быть как Бог. Но тем не менее писание нам именно таким образом писало с областью первого человека в смысле действительно человечества вот его внутренних очень глубоких желаний видимо то, что раз здесь описывает Нахама огромное спасибо за замечание, потому что очень правильно нас повернуло в правильную сторону. Еще у кого-то что-то? Хорошо. Тогда побежали вперед. У нас сегодня дело много, времени мало, поэтому как известно, уже сперва подручают на гитаре, потом посмотрят люди. Так что вперед. Менее такого мировоззрения давит на человеке мировоззрение монотеистическое, склоняющееся в сторону пантеизма, очищенного от всех примесей. Я поискал и нашел, что это даже слово называется пантеизм. И внизу в слозочках у меня тут есть это самое, можно посмотреть, что это значит. Каждый мы сейчас это посмотрим, почитаем. Многие части которого выделяются в идеологической основе нового хоседеизма, провозгласившего, что нет ничего, кроме божественного. Помните, кто помнит хабанский напев «Нет, нет, никого, кроме Бога одного». «Ай-й-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй» Я туда же приготовил «Мне желающих». Нет, 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 нет. Уже плохо слышно, не так уж. Сначала было громко. Хорошо. Нет ничего, кроме божественного. Это действительно то, что мы из Хасибюта учим. Человек находит, что если только он не захватит в своем представлении места для себя самого, тогда, оторвавшись в свое воображение от бесконечного совершенства, он, несомненно, окажется обессиленным и несуществующим попросту ничем. Человеку не нужно знать и думать, что он что-то и кто-то. Он ничто и никто, нет ничего, кроме божественного. Человек в этом божественном как бы растворяется. Когда человек чувствует свою автономность, это лживое воображение. Даже более несуществующим, чем было бы согласно первому представлению. Первое, мы сказали, это литовское, что человек маленький, но он есть. Здесь мы говорим, человека нет. Мира нет. Нет ничего, кроме Бога. То, что я есть, это то, что это мне кажется. То, что мир есть, это мне кажется. То, что по-настоящему есть, это Бог. Теперь Раф утверждает, что такое мировоззрение гнетет человека меньше, чем первое. Давайте попробуем понять, почему. Менее такого мировоззрения давит на человека мировоззрение монотеистическое, склоняющееся в сторону пантеизма. Теперь давайте объясним термин. Пантеизм – это мировоззрение, отождествляющее Бога и мир. Нет Бога, как личности. Мир, все сущее – это Бог. Это совершенство. Теперь, что Раф здесь утверждает? Очищенного от всех примесей. Это пантеизм. Что такое пантеизм? Это религиозно-философское учение, согласно которому мир пребывает в Боге, однако Бог не растворяется в мире, как пантеизм. Синтез – теизма. Теизм – это слово Бог. И некоторых идей – пантеизм. Бог присутствует во всех вещах, включает в себя Вселенную, но также находится вне ее. Вне ее – это трансцендентный Бог. Внутри ее – это имманентный Бог. Что такое говорится? Некий аспект Бога является трансцендентным по отношению к отражающему миру. В пантеизме божественное битвое рассматривается одновременно как трансцендентное и имманентное. Это уже гораздо ближе к нам. Итак, человек находит, человек находит, что если только он не захватит в своем представлении место для себя самого, тогда, оторвавшись свое воображение от бесконечного совершенства, он, несомненно, кажется объективным и несуществующим, попросту ничем. Человек не существует в отребе от божественного. Существует только божественным. Даже более несуществующим, чем было согласно первому представлению, там человек существует. Он маленький, он оторван от Бога, Бог далеко, и человек маленький, Бог большой и так далее. Но он есть в нашей мире, если человек, которого над Богом его нет совсем. По второй идее. Ведь в первом случае считалось бы, что есть у него самого какое-то автономное существование в его границах, с его желаниями и воззрениями, чувствами и склонностями. Но мир у нас только мелок, до слабости уничижения, по сравнению с бесконечным божественным величием. Итак, мы определяем, вот сейчас здесь, очень четко, вот именно литовский подход. Человек есть. Точка. Да, он маленький, но он есть. У него есть свобода выбора, у него есть свое желание, у него есть своя воля, воззрение, чувства, склонности. Он есть. Да, он очень мелок по сравнению с всевышним, но он есть. Однако, это не абсолютно уничижение. Он маленький. Не абсолютный ноль. Относительный ноль. И не так это во второй идее. А вторая хасидская идея, она по-другому. Считающая, что нет ничего, кроме абсолютного божественного. И поэтому, следование за личными надкомностями человека, опирающиеся на мироздание, на мировоззрение, что есть самостоятельное существование, даже самое маленькое, это только обманчивое воображение. Хасид смотрит на литвах, что литвах, в общем-то, погружен в воображение лживое. Ха! Он считает, что он существует. Хе! Но! Мы же сказали, что этот второй хасидский взгляд меньше гнетет человека. Мы пришли к выводу, что так человек оказывается совсем, полностью, совсем ничем. Как это может гнести человека? А вы это сейчас объясните. В связи со всем этим должен был бы второй взгляд на мир ослабить дух человека. В глубине своей сосредоточенности еще больше, чем первый взгляд. Понятно, как мы и сказали. Поэтому мировоззрение человека, он не просто микрон, он полный ноль. Это, в общем-то, должно было теоретически ослабить дух человека, сильнее. Нет, почему нет? Однако, все не так. И этот последний взгляд, хасидский, сразу же возвращает человеку мощную силу. Он только подбадривает его не забыть суть своего существования, отдалиться от всех дорог жизни, которые проистекают из ошибочной мысли собственного, частного существования, оторванного в духовности от бесконечного божественного. В тот момент, когда я прекращу себя считать чем-то, существующим самостоятельно, я окажусь прилипленным к божественному. Абсолютно неразрывно. И, конечно, буду очень рад и счастлив. Но лишь он вступил на эту дорогу, ему не нужно справляться с реальной проблемой, а лишь сложно воображаемый, и он уже безмерно счастлив. Хасиду нужно бороться с воображением. С воображением о том, что я существую отдельно от Бога, что я сам могу чего-то решать, что у меня есть какие-то свои собственные желания. Это нереальный мир. Реальный мир это там есть только Бог. И все. В моем дурном лживом воображении я считаю, что я существую автономно. Соответственно, мне нужно победить нереальный мир, а только собственное воображение. Однако, значит, не так просто. Как кажется, на первый взгляд, выйти на свободу из путь воображения не проще, чем выйти на свободу из какого-то реального заточения. Тем не менее, в конце концов, его воодушевление больше, чем у того, кто следует первой идее. Как мы знаем, хасида, они больше радуются, они более радостные, потому что они как бы прилеплены к Богу по отношению к литву, которые чувствуют, да, пропасть между собой и Богом. Им это приносит принципиальную, экзистенциальную грусть. сейчас Раф скажет, кто прав, но до этого я хочу немножко потянуть это самое напряжение и оставить вам минутку, сказать пару слов, отнести из того, что мы выучили. Это действительно непростые вещи. Если кому-то они кажутся простыми, значит, либо я преподал неправильно либо еще что-нибудь такое. Это вещь сложная. Итак, пожалуйста, кто что хочет сказать и добавить. До того, как мы прочитаем, кого Раф коронует на победы. У меня, если можно, вопрос есть, добрый Витя. У меня когда-то было размышление на тему, что больше, Бог или ничего. Так как если Бог творил мир в пустоте, а сам оставался рядышком где-то, есть Бог и отдельно мир, который творится. Это означает, что мир больше. Ничего, в котором творится мир, он больше, чем Бога, потому что он вмещает Бога. А если Бог творит в себе, то это означает, что все, что существует в мире, в том числе зло, какая-то несправедливость, все остальное, это вмещается в Боге. То есть это тоже для меня возникла проблема в понимании. И вот я увидел, что это где-то эта тема касается моих размышлений, если можно остановиться на этом. Спасибо. Короткий ответ, туда не лазит. Длинный ответ, длинный ответ, я сейчас объясню. Нет. Это основное, это то, что называется наиврите цинцун. это одна из основных, очень серьезных вопросов, которые разбирают кабыла. Самый внутренний. Противоречие о том, что действительно нет ничего, кроме Бога, а Бог удалил себя и отдал пространство миру, чтобы его сократить, то, что называется на языке кабыла цинцун, что он сократил себя с тем, чтобы предоставить место миру, который будет сотворен дальше. Это действительно серьезная каббала и действительно самостоятельно эти мысли желательно не практиковать, а именно, так сказать, рука в руку с разбирающимся в этих манерах евреем. Это то, что я имел в виду, туда не лазить. Тема опасная, можно сойти с ума, можно доно придумываться, очень много чего, достаточно разработанная тема, но это самое явнее, достаточно профан, много кого же на хаму хочется ответить, это то, что называется тема цинцун. Это сокращение Бога для сотворения мира. Безусловно, когда мы обсуждаем Бога и мир, эта тема присутствует в обязательном порядке, по крайней мере, как фон. Но это самое, даже не ответив на вопрос, мой главный здесь посыл не влезай и убьешь, высокое напряжение. Нехама, у меня было впечатление, что вы хотели ответить. Ну, ничего такого, собственно, тут нет высокого напряжения, я думаю, потому что представить себе, вот как представил Вадим, что ничего, это находится где-то вне Бога, это еще как бы нелепее и нереально. Поэтому, собственно, Резаль построил такую модель, что это внутри, но внутри он как бы очистил место для мира. А та тема, которой мы сегодня занялись, собственно, она отсюда и выросла, потому что в такой схеме все равно мы должны решить. Это вот действие по редукции божественного света, или тенцун, то, что это называется, оно реально было, действительно, там было сокращено количество, ну, почти совсем божественного света, дальше уже как оно происходило, или это только иллюзия. Вот это вот восхождение, в общем-то, между, в основном, между хасидскими и миснагиевскими подходами, но не все хасидские, конечно, все они разные, скажем, брасовский хасидин, он находится где-то в середине, там, он как бы не отказывается давать мисточку, он считает, что вот это вот противоречие, что невозможно точно сказать по-простому смысле, или по-простому, то есть в обе стороны как бы нельзя выбрать ни одной из них, он считает, что это противоречие заложено в основе мира, но это, как бы, скобка. А вообще говоря, вот, ну, это очень грубо, это почти то, о чем мы говорим, да? Это то, о чем мы говорим, абсолютно верно. Наш текст касается этого вопроса безусловно. Но, но в любом случае все равно нет вопроса творения мира из ничего. Ничего не существует вообще в еврейском тексте, в еврейской философии. Это творение из ничего, это придумано уже в других интерпретациях. у нас нет творения из ничего. Поэтому нет ничего, нет этого ничего, с которым мы могли сравнить. если я хочу сказать. Мы сейчас можем продолжить очень, действительно, очень интересную дискуссию, но у меня вопрос. Никто не хочет узнать, кто прав? если кто-то хочет знать, то прав. То давайте вернем нам шер и начнем читать дальше. Однако, невозможно, секундочку, подступиться к ней, к хасидскому мировоззрению, никак иначе, а только через великое постоянство и упражнение «Ума самая чистая», какое только может быть по первой идее. Мы не можем прийти к хасидской идее не через дорогу литовской, первой. Причем, великое постоянство и упражнение «Ума», великое постоянство это, насколько я понимаю, это опять-таки путь, дорога человеческой истории долга. И тогда она одевает последнюю идею светом во всех частных проявлениях и становится ей домом и формой для ее существования. Бог в чертовых святых хитрихах. Рав здесь сравнивает эти две идеи как тело и одежду или как душу и тело. Одна окутывает, одевает другую. и тогда она одевает последнюю идею своим светом. Соответственно, идея об одевании или о душа и тело, она в резкое мировоззрение, она это принцип, с которым мы очень много чего распространяем, есть внутренняя и внешняя. Так вот, внешняя это литовская, внутренняя это хасидская. Давайте продвинемся еще немножко. Несмотря на то, что мысленный и чувственно поэтический мир более очищается и поднимается с помощью второй идеи, вторая это хасидская. конфетти нету? Все равно нету. Есть кичин. Елена, вы включите микрофон. Окей, спасибо. Елена, вы включите микрофон. Несмотря на то, что мысленный и чувственно поэтический мир более очищается и поднимается с помощью второй идеи хасидской, полный света скромности и отрицания собственного существования. Итак, на тексте не видно. Да, спасибо за замечание, отлично. Тем не менее, мир действия не может идти своим путем, постоянно следуя этому высшему взгляду. Итак, высший взгляд хасидский. Победили хасиды. Ура! Но без дома, конечно, не может. И вынужден человек принизить этот свет. Так необходимо ему обжиться в мире действия и быть связанным с первой литовской более внешней идеей. Итак, еще раз, идея у нас внутренняя и внешняя. Внутренняя она более правильная, внешне это то, с чем мы живем. Это то, с чем мы ходим в магазин и то, что мы живем ежедневно. Однако, с четким осознанием, что эта идея не выверенная сама по себе и нет у нее самостоятельной ценности. а только она окружает мыслимым и воображаемым кругом вторую идею высшего взгляда, как мы упомянули. Итак, жить в нашей ежедневной нормальной жизни. Мы живем по какой-то кем. Это одежда, это тело. Мы живем телом. Тело ходит в магазин, тело разговаривает. Оно окружает душу. Душа это хасидизм. И тогда реальный мир становится спорным, быстрым, поджарным и очищенным, и полным справедливости. Без того, чтобы мы жили литовской идеей, первой, мир, как это, нас не будет, если жить только хасидской идеей, я говорю так, у нас нет нет незачем вставать с дивана. Зло от Бога, все Бог, все от Бога, зачем вставать с дивана и что-то делать. То есть, даже если я встаю, внутреннее, принципиальное веровое утверждение, что все от Бога, оно в себе несет, и не только все от Бога, все вообще Бог, оно в себе несет так же такую вот как бы отмян ничего не зависит, как вот на хама начало, совсем уж ничего, все Бог вообще решает, и все плохое от Бога, соответственно, с плохим не нужно бороться, или по крайней мере, бороться сильно, думая, что я его побежу, потому что это все от Бога, и так далее. Так нельзя жить, понимаете, жить я должен, я, по первой идее, я маленький, да, но я есть, я существую, со своей свободой выбор, своими идеями, желаниями всем, злу по мордасям и быстро, врага смотреть, улыбаясь, через прицел винтовки, и так далее, да, и тогда наш мир становится спором, очищенным, полом справедливости, а мир идей усиливается, поднимается под влиянием своего источника, тогда все в свое место и все хорошо, и они всегда объединяются с помощью объединения взглядов и центр мироздания объединен в цельном единстве, всему свое место, всему свое время, соответственно, идея хасидизма, она, несмотря на то, что она победила, она более правильная, она более внутренняя, она должна постоянно проявляться в жизни в нашем мире, я опять шерни сделал, а жить по-нормальному, ежедневно, мы должны с идеей первой, я существую, соответственно, в идее о том, что все Бог хасидизм, конечно, сокрывается идея о том, что никакой свободы выбора реального человека нет, потому что если сам человек это ошибка воображения, то понятно, что его свобода выбора это ошибка воображения воображаемого человека, нет ничего, но так жить неправильно, правильно жить, и поэтому я сказал на уроке на Хаме, это меня бесит, когда берут эти идеи с неба, и начинают их здесь тыкать, в лицо, ребята, у вас нет свободы выбора, фигня это все, жить на обязанность идеи, с полным и абсолютным убеждением, что есть, только надо понимать, что эта идея, она не до конца выберена, это не полная сама по себе как бы правда, как Раф сказал, однако с четким осознанием, что эта идея не выберенная сама по себе, нет у нее самостоятельной ценности, но она окружает внутреннюю идею, более высокую, хасирскую, я туда могу раз в год заходить и понимать у нее, в Рошашана, в Йом-Кипу, во время молитвы, как-нибудь где-нибудь, ну, как человек вот заходит там, святая святых в храме, первосвященник, да, это душа, это внутренняя идея, она более верна, но живем мы с другой, да, то есть, и, соответственно, возвращаясь к идее сокращения божества, может быть, у нас, да, так сказать, идея, теперь получается, что нам не так важно, какая идея более правильная, нам важно, с какой идеей мы живем, после того, как мы выяснили, с какой идеей мы живем, нам так же важно, какая идея более правильная, потому что тоже, тело без души, это тоже не очень хорошо, но душа без тела вообще ничего не может быть, ну, вот, как-то так, а теперь я передаю вам обратно и хочу послушать, что у нас получилось с нашего урока, вот, кто тут прав, хасиды, литвыки, есть человек свободы выбора, и это только его воображение, как правильно сказала Нехама, сразу же, не обязательно что-то противоречит, то есть, в реальной жизни может быть, да, а вот здесь трафт-расклад не противоречит, все объединяется, когда мы все кладем на свое место снаружи это мировоззрение, снутри другое, все объединяется в правильном объединении, и в общем-то есть свободы выбора, а какая разница, нет свободы выбора, вот на уровне этого обсуждения, это можно сказать такую фразу, какая разница, а на уровне реальной жизни ни в коем случае, на уровне реальной жизни обязательно 100% есть, точно, и именно так я действую, я существую, а теперь мое личное ко всему этому мнению отношение, и почему я то, что называется не Хасиб. Я считаю, что мир нас существует реально, а не воображением. Почему? Потому что наш мир это воля Бога, воля Бога это реально, это уже мое личное мнение. Этого не написано, ура, ну вот так. До сих я сказал, в общем-то, более-менее все, что хотел, я очень-очень хочу услышать вас. Если можно, я скажу. У меня, у меня, у меня прям мысли. Если, ну, если будет смешно, смейтесь. Я, вот, сформировалось такое впечатление, что нужно смириться с той мыслью, что все происходит от Бога. Вот, на основании даже этого урока. И плохое, и злое. Но это плохое, и злое, это просто условия, в которые Творец поместил людей, для того, чтобы они могли раскрыть свою свободу выбора. Ведь даже то злое, что существует в мире, даже то, что дети умирают от голода, например, это не потому, что Бог не дает продукты. Мы знаем, что продукты, они массово могут где-то гнить, пропадать, при том, всем, что это проблема распределения, неправильного распределения в организации межчеловеческих отношений. То есть, это условия, Бог дает все необходимое, но человек может ограничивать другого, при том, себя не ограничивать ни в чем. Ну, это проблема богатых и бедных, например, когда в желании обогатиться человек отбирает все, закрывать глаза на то, что есть проблемы в обществе, бедные, необходимости помогать кому-то. Вот, это есть условия, но при том, всем, что Бог дал от себя все. То, что нет активного вмешательства божественного в жизнь человека, которого мы сейчас не видим, да, вот такие явные проявления. Это, скорее всего, для того, чтобы в более полной мере человек мог проявить свою свободу выбора. И в этом, в этом проявлении свободы реализоваться как цадик или, наоборот, как грешник. Ну, вот такие у меня мысли сформировались. То есть, пассивная жизненная позиция, это совершенно не поторе, как мне кажется. Вывод абсолютно верный. Все мысли абсолютно верные. У меня только маленькая, я не до конца понял, как это все связано с нашим уроком. То, что вот вывод связан, пассивная жизненная позиция не поторе. Как здесь сказано, если ты, неважно какого-то мировоззрения, ты не будешь по этому миру гоняться с дубиной за злом, то это точно не поторе. Поторе активно жизненная позиция безусловно. Опять-таки, мы здесь разобрали реальная жизнь и духовная жизнь. Как я действую, то есть, объяснить попроще. Как сказал рабе Акива, когда его спросили, а зачем ты даешь милостыню бедным, если Бог так решил, значит, нужно быть бедным. Теперь, это не просто вопрос, это принципиальная противоречие. Если мы говорим, что все в мире от Бога, то действительно менять что-то в этом мире, это профанация, это переть против Бога. с другой стороны, с другой стороны, да, мы практикуем активную жизненную позицию, но она противоречит очень четко именно позиции веры. Вера говорит, что все от Бога, вообще все Бог, соответственно, куда ты суешься, что-то меняешь, что-то вообще понимаешь, и сиди себе тихо. Это принципиальное противоречие, оно есть. Оно есть. То есть в жизни, в реальной правильно занимать активную жизненную позицию, и этому должно быть идеологическое объяснение. Но одного этого недостаточно. В глубине внутри у нас должна быть правильно выверенная религиозная, как-то сказать, по вере позиция, потому что действительно все от Бога. Но нужно понять, это принципиальное противоречие может быть связанное с той проблемой, которая была, понимаете, в начале Цун Цун, да был, не было, как было, и так далее. Теперь, и вообще принципиально, это очень тоже важно. И это именно то, что я сказал, не влезай, убьет. Когда мы начинаем говорить про Бога, сразу выскакивают принципиальные противоречия. Потому что Бог, он не часть этого мира. Он трансцензентный и одновременно он часть этого мира, он иммунитный. У нас противоречия лезут со всех, со всех щелечных. Это одна из активная жизненная позиция, она противоречит вере. Это надо понять. До того, как мы приступили к разрешению этого противоречия и ответам, нужно понять, активно, то есть теоретически вера должна была привести человека в полностью пассивной жизненной позиции. Это не происходит и правильно, что не происходит. Но, если мы пойдем, вот именно строго логически, если все от Бога и вообще все от Бога, вот ты прешь. Чего ты сутишься? Теперь, мы не имеем права выбросить ни одну из сторон этого противоречия. То, что все от Бога и то, что все Бог, это абсолютно верно. А то, что мне нужно, то, что мне нужно бороться со злом, которое тоже от Бога, это тоже абсолютно. Если я попытаюсь логически это дело совместить, это у нас пойдет как постоянная планка. Чем чутьше одно, тем более затушевано и затушевано другое, наоборот. Чем сильнее я верю, теперь, как раф, это нам разрешено. У меня знают это в плоскости, как весы. Это поднимается так. Это внутреннее, это внешнее. И тогда мы это можем как-то съесть. Противоречие не разрешено. Но внешнее, как мы живем, с какой идеологией мы живем в нашей жизни. Идеология литвы. Я есть. я забываю о настоящей правде. Потому что настоящая правда никому не интересна. Потому что, кстати, Параб Куку действительно признак истинности утверждения этого моральности. В тот момент, что я приму истинное утверждение о том, что все от Бога и не буду бороться со злом, это превратится в ложное утверждение. Потому что в результате я стал делать неморальные вещи. Или не делать моральные. Что за сам? Сейчас полсекундочка я хаму. Соответственно, в реальном мире я живу, должен жить как литва. Я есть. У меня свобода выбора есть. Зло есть. Мои мысли, чувства есть. И со злом мне нужно бороться. я забываю о том, как это зло есть. Нет же ничего кроме Бога. А зло тоже от Бога. Забываю. Теперь, когда я не нахожусь в реальном мире, не знаю где, в молитве, йом-ки-пур, медитация, я там рассуждаю о каких-то вещах, свое мировоззрение пытаюсь построить. там у меня правильная идея, что все от Бога. Я там пытаюсь эти противоречия разрешить как. Я сижу там. То есть рафт разделяет как одежда тело, тело, душа, внутренняя, внешне. Наверное, Хама, пожалуйста. Я, конечно, совсем согласна, но мне очень хотелось бы все-таки смягчить несколько эту дискотомию между именно в плане отсутствии свободы выбора, но никто не призывает все же хасидов, что они полностью отвечают свободу выбора. Я не знаю, как это, но мне кажется, что это можно себе представить, даже если все только Бог, и все это только иллюзия, тем не менее мы можем представить этот мир, скажем, как какой-то большой театр, да, как говорится. Это, кажется, даже не религиозные люди, а так многие его видят в мир театра, и все мы в нем актеры, да, то есть ты играешь свою роль, у тебя даже есть свобода выбора, этот актер может еще начать от себя с ним какую-то на сцене высказывать, или чувствовать то, или чувствовать другое по отношению к шуму героя, к своим действиям, и на самом деле свобода выбора у него здесь есть, в этом спектакле, они не отрицают. Нет актеров, нет театра, нет театра, нет мира, нет ничего кого-либо. Нет, это наше восприятие, ну скажем, возьмем, например, Хаббатский, он согласен, действительно, что всего этого нет, но он говорит, это мецедо, это мецедей, но это с его стороны, это с нашей стороны, он тоже говорит, что с своей стороны мы этого не видим, не понимаем, но это где-то там, с его стороны это выглядит так, и никто не говорит там, что нужно отказаться от свободы выбора, никто не говорит, я просто, ну то есть, это реально никто не говорит, я хотела привести, например, пример, где-то да, может, в этой точке нет разницы, может быть, это мотивация меньше, может быть, но вообще, это сложно, конечно, это внутреннее ощущение, безусловно, никто же, абсолютно прав, никто не говорит там. Разница, например, задним числом, это тоже где-то перекликается с Равом Куком, вот, с той теорией шубы, которую ты приводил в свое время, что мы делаем задним числом, это не совсем так, как у Рава Куком, он там говорит, что если праведник там наделал каких-то грехов, то задним числом он ничего не сделал, все хорошо, потому что это все, все предусмотрено великим ураганом, это так и запланировано Всевышним, и это довольно сложно, понимаете, то есть, Рав Кук так не говорит, он говорит, когда ты сделал свою работу, там, раскаялся, а там даже вообще это не имеет большого значения, вот у Альтера Белета, или это, последний, я не помню, но там был такой Мамарович, и там действительно это, это как-то очень тонкая разница, но задним числом, да, задним числом, ты можешь даже не переживать, потому что это так, если ты праведник, ты, так сказать, ошибся, но это, на самом деле, никакой ошибки тут не было, все так, это немножко уже как привлечением, хотя на самом деле, если ты там во время медитации, ты можешь так подумать, но в обычном случае ты все-таки не можешь выкинуть все, что произошло из сферы своей отецности. А можно дополнить? Да, да. Можно, да? Да. Да, я бы хотел дополнить, то есть, получается, что, если воспринимать мир с позиции монотеизма, где и доброе, и злое происходит от Бога непосредственно, то есть, занимая позицию пассивную, когда человек смиряется с тем, что злое от Бога, да, при том, при том, смиряется настолько, что ничего не хочет делать, ничего не делает в своей жизни для того, чтобы что-то исправлять. А противоположная позиция, это активная, когда она может превратиться в борьбу с Богом, когда Бог, предлагая зло, с чем человек не согласен, он, значит, пытаясь это исправлять, может, может, вот, у него может это перерасти прямо в борьбу, противоречие, да, то, что его стремление хорошее, а у Бога стремления, вот, например, плохие, да, и в этой борьбе это может перерасти прямо в борьбу с творцом, и поэтому неактивная, не пассивная жизненная позиция не могут, не могут сами по себе существовать, судя по уроку, да, только совмещение, но это совмещение возможно только на индивидуальном, личном уровне, потому что то, что вы говорите, бегать с дубинкой, исправлять мир, это означает вмешиваться в свободу выбора другого человека, да, при том, что он помещен в те же условия, в которые помещен и я, и от него ожидается тоже этот выбор, если я этот выбор сделаю за него, либо я этого человека убью, например, да, отобрав у него эту свободу выбора, вот как, как, как было, например, семья, царская семья была убита, например, да, с целью развития коммунистических идей, благообщества, да, всего прочего, то есть это просто у людей, у царской семьи отобрали право сделать выбор в сторону, в пользу праведности, например, да, то есть я, я, например, считаю, что вот совмещение активной и пассивной жизненной позиции и смирения в чем-то с какой-то несправедливостью и все-таки желание что-то исправлять возможно только на своем личном уровне, то есть если у меня есть возможность чем-то помочь, я должен помочь, но если у меня этого нету, как-то ущемлять себя или ну, вот у меня такое, такое, такое представление возможно неправильное. Что бы вы сказали? Я бы тоже так по поводу свободы выбора. Мое личное, мой токен такой. Даже если теоретически можно сказать, что нет свободы выбора, практически этого сказать нельзя ни в коем случае. То есть к нашему окончательному вот нашему обсуждению есть свободы выбора, нет свободы выбора, есть свободы выбора, точку. То, что ее нет, это теоретически. Теперь, когда я зашел внутрь дома учения в Эдмидраши, я могу там обсуждать, что там теоретически нет свободы выбора, или действительно даже жирафку говорю, что более правильная идея, что там нет, кроме Бога. Это более правильная идея, когда я живу с идеей, что есть свобода выбора, а в какие-то редкие моменты я понимаю, что ее нет. Вот, допустим, ты сказал, нахама задним числом. На сегодня все, что передо мной, у меня, безусловно, есть свобода выбора, а все, что произошло, у меня не было никакой свободы выбора, это все более классно. Такой подход, допустим, возможен. Да, то есть, как бы, обратите внимание, что здесь получается, как бы, по-моему, с одной стороны, Раф говорит, что подход, который говорит о том, что кроме Бога нет ничего, он более высокий, он более правильный, тем не менее, к нему тропинка протоптана только подходом, что есть свобода выбора, и не на протяжении 10-15 лет, или даже не на протяжении 150 лет, на протяжении 6000 лет. На протяжении человеческой истории мы должны себя сперва воспитать, что есть свобода выбора, и только через это мы можем перейти к пониманию, что нет свободы выбора, и это понимание, с ним мы не живем. Мы живем с пониманием, что есть свободы выбора. Обратите внимание, мы тоже самое, допустим, говорим, не очень похожая идея была по, допустим, Бога. Весь, по-моему, это идея также, где-то я озвучил уже. Весь-то она к чему нас учат, что Бог, он справедлив, что Бог, он действует по справедливости. Ты согрешил, тебя Бог изгнал из святой земли. За грехи получаются наказание, за праведное поведение, поощрение. Это то, что мы говорим в Киратшма ежедневно. И это общая мота всего Танаха. Понятно, что написаны Тама, а что делать, когда это идет не так. Но общее, общее того, чем нас учит Танах, Бог действует по справедливости. В конце истории мы подходим и говорим, секундочку, Бог действует по справедливости. Ты чего? Совсем ку-ку? Бог делает, он не ограничен никакой справедливости. Он делает то, что ему захочется. Понятно, Бог ничем не ограничен. Он делает то, что он считает нужным. А теперь обратите внимание, разница. К тому, чтобы подойти к монотеистическому воззрению о том, что Бог не ограничен ничем, я обязан сперва пройти через то, что Бог он морален. Потому что Бог, который не ограничен ничем, имеется в виду, что он над моралью, а не под моралью. Бог он не капризный, который делает, потому что вот ему приспичило. Если мы сперва научим всех, что Бог делает, он всесильный, всемогущий, делает то, что ему хочется, мы его поймем, что ты, в общем-то, такой вот капризный тиран. Это ужасно плохо для души. Поэтому сперва мы обучаем на протяжении человеческой истории о том, что Бог, он моральный. и после того, как это уже въелось в кости, в мясо, в всю нашу суть, мы можем объяснить, а вот ты знаешь, это не до конца правильная идея. Как мы здесь мы говорим, это идея, в которой мы живем, но знай, что внутри есть более глубокая идея о том, что Бог делает на самом-то деле то, что он хочет. Он не связан рамками морали, но он сверху, а не снизу. Но эта фраза, она опасна. И нельзя сказать без шестидесячелетней подготовки, без книги Таннах, в том, что Бог себя сковывает и связывает морально. То же самое и здесь. мы идем и живем и пропитываем себя в обязательном порядке, что у нас есть в облогове. В конце нужно прийти и сказать человеку, знаешь, что это не до конца четкая идея. Внутри на самом-то деле знай, что вот есть такая вот идея, она более рафинированная, она более чистая, но если мы ее скажем изначально, это будет самая большая ложь, которую можем сказать. Порядок здесь очень важен. Но, кстати, когда он тоже относится к теории эволюции и вообще всем этим вещам, он именно вот, и здесь тоже порядок. Порядок он то, что он делает из лжи правду и так далее. То, что у человека есть свобода выбора, все это знают. То, что все от Бога и ничего кроме Бога, это тоже все знают. проблема как в правильном порядке это поставить, чтобы правильно жить. Ван, я обратил внимание, что я не ответил на ваш вопрос и не сказал, вы правы или нет. я извиняюсь. Кто-то еще хочет что добавить по поводу отнестись к тому, что мы сегодня учили. Если человека свободы выбора или нету, я тем не менее неисправимый литвы. По-моему, свобода выбора есть, наш мир существует, так это божественная воля. То, что я учил Рава, это меня в нашей конкретной жизни не убедило. поскольку это вот родилась эта идея разобраться на уроке Монету, я хотела сказать, что в общем Монету тоже в каком-то смысле там трудно понять. На самом деле он говорит о свободе изначального, где мы находимся в творении, о свободе выбора материального мира, земли. Для чего он это нам говорит? сделать нам модель какую-то ананас, как это все устроено. И там действительно возникает то же самое двойное видение. С одной стороны, так было запланировано отназать, все сделано по воле Бога. С другой стороны, у нее была свобода выбора, он ей сказал сделать одно, она отклонилась. Как это ты будешь понимать? То ли она не смогла, то ли она не захотела, это отдельный вопрос. Это вот свобода выбора, мы видим ее в начале творения, то есть сказано сделать одно, сделано другое. И опять там возникает некоторая двусмысленность. Он говорит, земле сделает, а делает сам. Так он сам делает так, что земля не справилась, или она сама решает. вот это двойной виденье, она уже существует в простом понимании книги книги о творении. И монету просто это нам показывает, я в следующий раз может быть приведу на чем он основывается, потому что он пытается нас научить, как читали наши мудрецы старух. и это видно из мудрошей. Но я хотела просто для начала я вам ханыши привезти мудроши, показать, почему он не выдумал, почему мудрецы видели, что так оно написано, и учили нас так читать цару, но в этом отражается именно представление о том, мир устроен. С одной стороны, это все запланировано, откуда свобода воли, а с другой стороны, мир существует, я существую, моя свобода воли существует, и даже больше существовала свобода воли. Свободотворение можно понимать эволюцию, что она могла так, так, это уже. Безусловно, здесь я обожаю эту фразу, ребята, здесь не высшая математика, здесь думать надо. Когда мы начинаем касаться божественного, чем это опасно? Мы сразу приходим в область противоречий, причем принципиальных противоречий. в обязательном порядке они лезут из всех щелей. Это нормально, это правильно, и у этого по-другому вообще никак. Потому что, как мы сказали, Богом не часть нашего мира. Вообще. именно поэтому это опасная дорога, и здесь нужно евреи, чтобы держался вновь. Это то, что я имел ввиду вначале. Любое обсуждение Бога, Его проведение, творение и так далее, вообще любое впихивание в картину Бога привносит кучу противоречий. вот так. И с этим нужно жить. Действительно у нас появится как-то. Что бы мы делали, если бы физика нам не дала бы противоречия из нашего мира с фотонами, с квантовой механикой, вообще с квантной физикой всей, где у электрона нет энергии, перейти на следующий режим, он переходит, где происходят вещи абсолютно не состыковываемы с нашим обывательским коммонсенсором, простым смыслом и так далее. Когда частица по крайней мере нас приближает к этому пониманию, когда как говорит Ваш, как говорит про Бога что-то, мы обязаны тут же про Него сказать противоположное. Да, это вот та самая точка, которая она принципиально сложна, это неразрешимая вещь. Возможно, у меня есть. Я хочу добавить то, что этот сегодняшний урок не в тебе, то есть прояснил, что это не похоже, то есть это не совсем так, я в этом может быть немножко хочу снизить накал противоречий. Не то, что говорит Рабина Хмель, что весь наш мир основан на противоречии. Арав, он не так говорит, он не говорит совершенно противоречий, он говорит это два разных взгляда, это разные ситуации, это разные аспекты нашего мира, у него они укладываются прекрасно, без противоречий. Это внешнее и внутреннее, плохие и мир. Это трудно, это слова, да, там, это тоже пользуется тут политической терминологией улама львуши мир отдельная вещь, даже необязательно понимать, что имеется в виду, но главное, что я поняла, что он, для него нет, он не говорит, что весь мир построен на противоречии, тогда человеку тяжело жить, да, с этим постоянным разрывом души, постоянным ощущением, что все противоречиво, да, с одной стороны, конечно, я ревьюзиозна, а с другой стороны, я вот хочу здесь жить совсем по-другому, ну, не важно, так, во всем, во всем есть противоречия, это не так, это не так, не-не-не, Рархук, он не так видит мир, он очень гармоничный, и это видно было в этой, в этом отрывке, что это вот один взгляд, а это другой взгляд, это один подход, а это другой, с этим мы живем, а это мы все представляем одновременно, и оно не должно друг друга противоречить. Большое спасибо, Нахархан, действительно, как мы знаем, литвики и хасиды, они, как бы это сказать аккуратно, я извиняюсь, они ругаются друг с другом, они, ну, противоречивают друг другу. Рав правильно и глубоко представил каждую из позиций, и потом большое спасибо Нахархан, потом гармонично их соединил. Это действительно дорога Рава. Взять две противоречивые, противоположные позиции и гармонично их соединить. В общем, опутывающим, объединяющим взглядом. Да, это его дорога. Безусловно, Нахархан вы нам добавили на урок очень важно. Большое спасибо. Да. У меня сформировалось такое впечатление в результате урока, то, что четкой позиции нет. То есть он рассматривает позицию литваков, потом рассматривает позицию хасидизма, и как-то у меня сложилось впечатление, как будто бы они между собой несовместимы. То есть для того, чтобы совместить это на уровне одного человека, нужно, чтобы человек был раздвоен. Вот сейчас он такой, сейчас он верующий, а потом он практически живущий. Мы так и живем. Не, не, обратите секундочку. Когда человек живет, что-то делает. Человек находится на разных этапах. Человек функционирует на разных уровнях своего постижения и состояния. Когда он что-то делает, он сейчас не занят философией, он занят крытым действием. В этот момент ты такой, это нормально. Теперь, когда человек теоретически что-то там думает, философствует, строит какой-то внутренний мир, он в другом месте. Это нормально. Теперь, между миром действия и миром идей, есть тоже напряжение. Это да, безусловно, это да. Мы видим это как общественные движения, два течения, которые бывали друг с другом. На сегодня война прекратилась. Положительные идеи из обоих сегодня стали у нас как это, инструментами в сундучке инструментов иудаизма. на уровне отдельного человека. Раф это великолепно нам сложил. Это внешнее, это внутреннее. С этим мы должны жить, и это должно было прийти сперва во время истории. Оно нужно только понимать, что мы живем, это не окончательно, это не истина в последней инстанции. Потому что если я буду очень сильно держаться, то есть в реальной жизни это очень правильно. Я есть. Моя свобода выбора есть. Это правильно. Если когда я в реальной жизни живу, это должно быть моим образом. Но если я в это вгрызу слишком сильно, то я сам себя расплавлю. Действительно я буду, у меня будет дико, у меня будет депрессия, потому что я так далек от Бога. Прилет хасит внутренне, меня депрессии моей излечит. Скажут успокойся. Ты часть Бога, ты недалеко от Него. А язык классный. Может то, что Рав говорит, да, может быть в одной душе. Теперь, душа не разлагается в простой математический лет. Душа такая штука вообще человек. Вот кстати, я чувствую, что я вхожу с вами в склон. Наша жизнь, мы не вкладываем ее в логическое непротиворечивое, что-то такое. Мы нормально живем с противоречиями. Теперь тоже самая душа. Нет проблемы в том, теперь Рав говорит противоречия как разные части. В разное время живи по-разному. Это может быть, это нужно одному человеку. Потому что он схватит только одну из этих половинок, он выйдет калекой. Нам нужны такие коллеги, чтобы продвинуть эту идею. Нам нужны эти калеки, чтобы продвинуть другую идею. Но в конце концов мы хотим гармоничного человека. Нам показывает как выглядит гармоничный человек. Он умеет в себе совмещать противоположные точки зрения. Гармонично, а не так, чтобы не разрывали его душу. Для этого нужно действительно все поместить на свое место. В случае помещает наружное и внутреннее. у нас есть когда я на ринге с кем-то дерусь, у меня одни мысли. Когда я решаю, когда я читаю стихи, я другой на так. А как же ты один и тот же. Ну да, я один и тот же. Когда я злюсь на сына, я один. Когда я кормлю кошку, я другой. А как это совмещаешь? Я многогранный. Душа у меня многогранная. Действия моей проявления в мире многогранные. Так же как и проявления Бога в мире многогранные. Так что здесь я с вами я отнесся к вашему вопросу сейчас. Я с вами здесь не согласен. Наоборот, рафняги я согласен с Нахамой. Мне должны это не разрывать душу, если мы пытаемся себя вместе поместить. Но! 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 Если человек чувствует близость к одному из этих мировоззрений, а другое ему сложно, нормально. Хасидов как никто не отменял, Литва как никто не отменял, раф в общем-то говорит какого-то идеального человека в будущем. Сегодня это мне приемлемо, это нет. Пожалуйста! Но! Даже когда ты находишься в одной из этих полюсов, то, что мы сейчас прочитали, тебя немножко двигают в сторону центра, уравновешивают. Если человек действия, тебе очень важно, чтобы тебе говорили, что у тебя есть свобода выбора. Если ты сказал, что тебе нет, у тебя это бесит, тебя это унижает, тебя это отрицает все, что ты сделал. Очень хорошо. Держи на то, что у тебя есть свобода выбора, крепко держись, но знай. И наоборот. Все Бог, все от Бога, да, знай. Но знай, что ты немножко коллега в нашем реальном мире. Это очень хороший правильный взгляд. Но ты немножко коллега в нашем мире. Можно, если говорят, что нету свободы выбора, это тоже не морально. Потому что человек может делать все, что ... Конечно. В реальной жизни сказать, что нет свободы выбора, это не морально. А идеи дать этому место, это нормально. Безусловно. Конечно. Потому что человек говорит, ну что, так было предписано, что я тут украду, сворую, обману. Не было у меня никакого выбора. И меня должны были поймать после этого. Тоже у них нету выбора. Ну да, это кстати о птичках. Обратите внимание, что сказал Рутин, это очень важно. Есть идея о том, что это кстати точка зрения мусульманства. нет свободы выбора, все предписано. И у них, если я ошибаюсь, Рамбов тоже говорит, у них монотеизм более строгий, чем у нас. Обратите внимание, Рамб не постеснялся сказать, что у нас не строгий монотеизм, а монотеизм, который немножко наклонен в сторону пантеизма, который очищен от своих премисей. Не просто так, безусловно. Вот это вы хорошо подметили, конечно, по поводу противоречия, вернее, конфликта предопределения и свободы выбора, потому что одно другое взаимоисключает. Если брать даже мусульман, приведенных вами в пример, то такого стопроцентного предопределения они не придерживаются, потому что иначе им незачем было бы подниматься с кровати и начинать день сегодня. Все равно они прилагают усилия, и точно так же человек, который прилагает к чему-то усилия, он тоже не на сто процентов как бы освобожден от какой-то веры или еще там чего-то. Поэтому я согласен с вами то, что человек на лично индивидуальном уровне для себя принимает решения, конфликты они внешние, потому что это то, что двигает человека в сторону выбора добра или зла, это же как раз те условия, в которые каждый человек помещет. Это может все урегулироваться только на уровне моего выбора. Что я выберу? То или другое? Верить или действовать? то есть только на уровне человека, поэтому конфликт он внешний, а выбор мой, он это выбор, он однозначный. Спасибо за разъяснение, мне немножко стало более понятно. Я, кстати, советую прочитать этот текст, он непростой. Пару раз еще текст в чате появился за час до урока. Кроме того, текст висит на моем фейсбуке. Все хотите, берите. Спасибо еще раз огромное, Шерель, за перевод, это большая была очень работа. Я тоже приложил свои пять, но я как бы сделал для Шерель заготовка. Шерель же это дело почистили, чтобы это выглядело как это? Чтобы это выглядело русским языком, непонятно чем. Ну, Нехав, огромное вам спасибо за добавление. Спасибо. Это мне прояснил действительно, я раньше об этом так не думала, что это разное. Я как-то поняла, что, может быть, здесь нужно Раби Нахмана, но каким образом у него складывается гармоничная картина противоречия, у меня это не представлялось. Ну, так, представлялось, что должно быть так, но как бы я не думала об этом. Спасибо, Ваше замечание по поводу того, что Рау действительно, в конце концов, складывается гармоничная картина, это очень важно. Действительно, это мы видим во всем, что Рау делает, пишет. На самом деле, интересно, что здесь гармоничность картина, это похоже на туалмудический подход. Там всегда, ну, часто, посмотрите, когда нам нужно их решить, мы просто рисуем разные ситуации, разные картинки. Вот человек, может ли он обонять воскурение долбоклонства? Нет, конечно, не может еврей, да? А если он идет по дороге, а там они воскуряют, ну, тогда, наверное, может, это же он не для себя. А если у него есть две дороги, одна короткая, другая длинная, а если он идет, в общем, это просто я так в толках взяла, любая дискуссия разветвляется на многих детских, ситуация меняется при применении какого-то параметра, картинка вся меняется, в одной картинке вы кормите кушку, а в другой или там целуете ребенок, и одно и то же. Это все я, как бы, ничего не должно противоретить этому. и в таком даже отношении к верношению мира и к Всевышнему тоже. Это подходит. Очень классно. Мне понравилось. Большое всем спасибо за то, что слушали урок. По-моему, по крайней мере, был урок, не знаю, тема, она сложная. Безусловно. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся с Божьей помощью через неделю. До свидания. Кэн, покажем, что я чтену была хорошей вашей позиции в нашей жизни. Спасибо. Всем счастливо и пока. субтитры Продолжение следует...